выше и я хочу сказать что когда человек приходит выбирать наша задача открыть ему видение такое о том что вот есть возможность получить очень большие бонусы от компании и получать их стабильной выйти на этот остаточный доход со временем ну может быть даже за года или за год наша компания вышла быть можно очень хорошие чеки можно продолжать расти может где-то остановиться команды но тем не менее как бы сейчас возможно сети вы знаете что сейчас именно формируется рынок россии поэтому сейчас как раз очень можно достаточно быстро выйти это все равно труд я говорю человеку что тут нужно работать никому не говорю что это работать не нужно я говорю что это несложно потому что если человек учится и что-то делает то постепенно в принципе он приходит к этому кто-то раньше кто-то позже он все равно реализует свою цель и он выходит на хорошие чеки но на самом деле как бы я говорю что это не так сложно в каком плане копать не нужно это труд разговорного жанра но разговаривать это не копать согласитесь и в этом плане это легче на другой стороны конечно оттачат свои навыки коммуникации сейчас мы поговорим о том что нужно для того чтобы построить эту структуру какими качества нужно обладать так лидерство что такое лидерство лидерство это не должность и не звание это способность я не научил другого так сказал джон максвелл я привела его в цитате для того чтобы вы обратили внимание на это высказывание то есть у у нас нет наемных работников мы с людьми приходим строить бизнес приглашаем людей свою команду но мы с ними заключаем лишь моральный контракт то есть мы устная договоренность нет никаких да вот человека не берем на работу не платим ему зарплату на человек с вами работает почему потому что он вам поверил он увидел вас такого руководителя за которым стоит пойти и вам поверил это качество когда ты разговариваешь человека человек на тебя производит такое впечатление что ты хоть за ним пройти это и называется лидерством это руководитель лидер маркетинг называется и вот это джон максвелл написал книг по лидерству и обратите внимание кто хочет стать настоящим лидером это мои рекомендации почитайте книжки джона максвелла это создай команду лидеров и другие до много книг по лидерству вы почерпнете много информации чтобы построить наш бизнес нужно стать влиятельным таким человеком вот я уже говорил о том что нужно брать очень много ответственности на себя и выполнять определенные договоренности человек который не выполняет хотя бы малейшие договоренности авторитет естественно падает и люди за таким человеком ну и собственно говоря растет авторитет этого человека за вами пойдут люди за вас пойдет команда и сегодня на рынке побеждает не продукта успешная команда лидеров я думаю что об этом уже многие знают потому что когда-то было мало сетевых компаний сейчас и очень-очень много вот и очень много успешной компании конечно у нашей компании на мой взгляд наибольшее преимущество потому что я приглашаю в эту компанию потому что я для себя выбрала эту компанию вот но тем не менее много других еще компаний на рынке все-таки если лидер будет успешный будет хорошо проводить обучение будет очень ответственный и будет выполнять все договоренности выполнять бы то что он обещает не просто вызывать бизнес некоторые люди будут бизнес и обманывают люди у них не зарабатывает он их не учит вот и такие люди у нас тоже бывают к сожалению я таким людям обычным говорю подумайте хорошо значит примите решение будете вы продавать либо вы будете строить сеть если вы приняли решение продавать пожалуйста не подключайте под собой людей потому что на самом деле эти люди на долгие годы вот ну здесь есть разница в этом а тот человек который берет на себя ответственность и приглашает людей команды обещая что человек заработает он должен его обучать это важно и хочу сегодня сказать можно нужно обещать и тот человек который выполняет обещание за ним идут больше людей значит ну что что значит быть лидером дело все в том что значит мы взовем в команду людей конечно мы хотим построить команду единомышленников команду людей сильных и конечно успешные лидеры они приглашают свою организацию тех людей которые вот желают забраться на самые вершины лидеров это правильно так нужно приглашать бывают такие люди которые даже просятся к тебе в команду на самом деле ты видишь что этот чек не лидер и видишь что он не сможет может быть ему я тоже даю шанс я с ним работаю некоторое время если чека не получается ли он не выполняет обязательства с чем отличается лидер лидер говорит и делает понимаете он обещает и делает а чек если не лидер то он не делает вы сразу это заметите вот я даю шанс даже некоторым людям потому что лидеров человек некоторые рождается а другие становятся хорошая новость что лидера можно стать если вы не родились но вы человек ответственный человек в совести человек сможете вы добиться научиться определенным навыкам но когда вы приглашаете в бизнес и строите свою команду то конечно лучше приглашать тех людей которые мы тебе мы забраться на самую вершину то бишь лидеров это даже люди которые не то что такие там как вы а лучше вас старайтесь приглашать такие сильные люди если вы хотите добиться успеха в этом бизнесе вам конечно придется стать лидером еще раз говорю что в принципе можно не стать обязательно быть главное чтобы было ваше желание вот итак если вы хотите построить сеть вас нет никакой другой альтернативы как только стать лидером вы поняли альтернативы нет если вы лидером не станете вы не построите вот что это значит это значит знаете уметь и непрерывно учиться и развиваться как личность как профессионал нужно постоянно действовать постоянно действовать нарабатывать какие-то навыки превращать их в результаты активных действий потом проводить анализ и возвращаться обратно к целям которые вы изначально написали и корректируют ну конечно нужно иметь соответствующую харизму и модель поведения лидера который мы сейчас посмотрим рассмотрим как стать лидером это прежде всего работа над собой не каждый готов этим заниматься к сожалению да вот не каждый готов работать на своими недостатками потому что это работа прежде всего над собой вот поэтому лидерами станут не все и наверное до высоких уровней это второй третий четвертый маркетинг туда дойдут те которые станут лидерами вот а вам уже решать ставить и станете дойдут только те кто готов работать на над страхами которые готов принести в жертву свое время очень дорогое то что у нас есть пожертвовать своими прибреждениями удовольствием пожертвовать и тому подобное на самом деле это один один титанический труд потому что это участие в психологии работа над собой это то что не все могут делать мы чаще всего любим виде недостатки других людей очень сложно видеть свои недостатки прошу прощения вот здесь вы видите ключевую стратегию личностной модели то есть рост лидера лидер выглядит таким образом вы видите внизу дали что это личная и постоянная процесс над личностью какой-то обучение личность обучается потом превращает свое обучение в действие то есть выучил делал то что выучил применил на практике потом проанализировал результат и обратно обучаться и вот этот процесс постоянная работа над собой прежде всего он дает вот этот рост личности личностная модель я думаю что это понятно да в сетевом бизнесе роль личности крайне велика только я вам сказала что сейчас идут за командами это очень важно стратегии построения бизнеса в млм как бы немного и мы над ними постоянно работаем не часто говорим как была лидерские качества не чаще говорим теме построение бизнеса и система построение бизнеса моя которую я вам все время мы изучаем пошагово которую я вам рекомендую которая запустила себя и запускает ситуацию, это вот пошаговая система построения бизнеса из 7 шагов, 7 шагов бизнес-системы, это моя бизнес-система, которую я приняла до себя, и по которой я запускаю всех своих партнеров в бизнесе, вот, вот пошаговая система, это стратегия построения бизнеса, и секрет, конечно, построения бизнеса в этой системе, то есть мы системно делаем определенные действия, это понятно, возвращаемся к лидеру, то есть это стратегия построения бизнеса, Вот таких стратегий немного, каждый лидер работает по-своему, конечно, но они приблизительно все типовые, похожие, вот, и, значит, в принципе, их можно изучить и повторить, то есть их можно применить, это не сложно. А вот с личностными качествами и вот этими моделями поведения человека, то есть то, что формирует именно личностные качества лидера и то, что именно дает нам возможность построить долгосрочный бизнес, понимаете, долгосрочный, потому что мы приходим сюда, мы не хапнули сегодня, понимаете, эту сумму, мы хотим, чтобы эта сумма, там, где же там 300, 400, там, 500 тысяч и выше или меньше, ну, допустим, я думаю, что ниже 100 тысяч точно нельзя ставить цели, вот, я уже имею в виду лидеры, которые больше 100 тысяч получают, это уже какая-то достигнутая, да, как хороший результат, я думаю, что вы должны этот чек получать не один день, не один год, а получать все последующие 20-20 лет, 50 лет вперед, поэтому этот бизнес должен быть построен долгосрочно, чтобы его долгосрочно построить, нужно, чтобы работать над, качествами именно личностными, это очень важно для того, чтобы ваша, ну, система, ваши люди не разбежали, это все как бы непросто, и на самом деле немногие уделяют этому внимания, большинство людей заточены на быстрый результат, это некое заблуждение, это хорошо, когда мы приходим в этот бизнес и работаем быстро, быстро это хорошо, да, но в результате может такое произойти, если человек не работает над собой как над лидером, если он не растит себя как лидера и не умеет управлять структурой, и у него не очень хорошие личностные качества, которые вызывают вызывают недоверие о окружении, понимаете, этот бизнес, как быстро построился, так быстро и разрушит, знаете, основа это все-таки бизнеса, это серьезный лидер, даже если компания потеряет какой-то статус в жизни, все бывает, конечно, мы понимаем, что все не вечно под луной, бывает такое, что лидеры строят бизнес, и из компании что-то происходит, либо она уходит с рынка, то за этим лидером люди идут в другую компанию, и они ему верят, и он опять на высоте, потому что он уже служил и для доверия, вот таким лидером нужно сегодня сказать. И так думать легко, действовать трудно, а превратить мысли в действие в самое трудное веще наследие, вот, а мы сюда пришли для того, чтобы мы не просто думали, мы пришли думать, действовать и материализовать наши действия, да, значит, чтобы превратить наши мысли в действия, нужно обладать определенными ресурсами, в первую очередь, это наработать соответствующие знания и навыки, то, что делает человека лидерами, это важно. Вот смотрите, где лидер? Вот я кусочек сети вам показала, где у нас здесь лидер? Лидер, конечно, у нас в центре, вот он, оранжевеньким, да, кружочком. Почему он лидер? Потому что он действует, потому что вокруг него уже развивается сеть, она еще небольшая, но она уже развивается, и вот эти вот полосочки, вы видите, что вот он уже пригласил человека, и скорее всего это тоже лидер, почему? Потому что он строит сеть, он должен стать лидером. Он уже пригласил двоих людей, значит, это бизнес-партнер, да, здесь он пригласил еще одного такого человека, и это бизнес-партнер, потому что он приглашает других, он начинает строить сеть. Есть третья ветка, да, это тоже бизнес-портеры, скорее всего, это лидер. Мы не можем прогнозировать, построить ли он бизнес, но мы предполагаем, что это растущий лидер, да. И вот у нас полосочки, это люди, которые мы просто пригласили, скорее всего, это не лидеры. То есть это, наверное, продавец, а это покупатель. Ну, схематично так, допустим, они не приглашают других людей в бизнес. Я еще раз повторяю, те люди, которые пришли заработать просто на дажах, не хотят учиться, не хотят строить все избыток и обучать следующих людей, пожалуйста, не подключайте людей в свою структуру, потому что этот бизнес будет нестабильным, понимаете. Это как бы очень важно, сейчас попытаюсь вам все это объяснить. Вот, ну, дело в том, что вот в этой структурке, когда у лидера, который принял на себя ответственность и принял решение строить сеть, пригласил уже, делал отбор, да, он пригласил трех лидеров, он должен обучить их, он должен запустить их в бизнес, как положено, с ним работать как с партнерами, это отдельная работа, а с вот этим человеком он должен поработать как потребителя. У меня на премьере есть отдельные списки людей, это мои клиенты, которые вообще не подключены, человеку дал информацию, кто-то будет с моим клиентом, я с ними отдельно работаю, и с ними уровень работы следующий, поддерживайте своих клиентов, поддерживайте с ними связи, имейте отдельный список, телефон, звоните им, когда у вас новая продукция, вы можете сбрасывать по WhatsApp, мы сможем по WhatsApp сбрасывать эту информацию о том, что у нас новинки составили, какой-то сбросили новинки, да, вот, и покупателями со скидкой, которая зарегистрирована в бизнесе и строит, тоже такая же история, то есть отдельно я им по почте сбрасываю информацию периодически о том, что у нас какие-то акции, новинки или что-то такое, мы как бы связь поддерживаем, но основная доля времени уходит на вот этих людей, которые приходят и хотят стать лидерами, конечно, мы с ними в офисе работаем, и дома работаем, и так далее, вот, ну, конечно, это нужно желание этого человека, однозначно, без желания, естественно, ничего не произойдет. Итак, какие ключевые знания и навыки лидер должен наработать для того, чтобы у него получился, построился хороший, долгосрочный бизнес? Это, естественно, коммуникабельность, искусство общения. Вы знаете, что наш бизнес, бизнес информационный, мы даем промоушен компанию продукции, поэтому должны быть коммуникабельными и должны изучать искусство общения. То есть мы должны так говорить человеком, чтобы человек нас слушал. То есть это важно. Плюс мы проводим встречи, мы знакомимся даже на улицах, мы должны быть коммуникабельными. Если кому-то этого не хватает, то эти качества нужно изучать. Изучать самостоятельно, тренировать и так далее. Значит, отдельная тоже тема. Умение слушать. Это тоже важно, потому что, когда мы проводим встречу с клиентом либо с партнером будущим, то есть с кандидатом, да, то мы, конечно, должны выслышать, услышать то, чего хочет человек и предложить ему именно то, что он хочет. Если вы предложите услышать, уловить, ну, как бы, ту мысль человека, что ему в жизни нужно, и дадите ему информацию, дадите ему то, что он хочет, то, что он хочет. Поэтому учитесь слушать, и многим сетевикам этого не хватает, а лидерам тем более, поэтому это очень важный навык. Управление временем. Управление временем – это тайм-менеджмент. Это то, что мы отрабатываем приблизительно на планировании, когда я вам говорю, что пишите план на каждый день, на каждый месяц, на каждый день, для того, чтобы вы научились, бывали, много-много дел делать. Это очень важно, и этим тоже нужно заниматься. Кому-то можно дополнительную школу пройти и найти в интернете. вы найдете, если хотите с кем-то, я просто разговариваю, говорю, если у тебя свободное время, человек находит в свободное время, а другой человек говорит, нет, у меня нет свободного времени, но бизнес хочу строить. Я предлагаю таким людям сделать следующее. Написать по 15 минут, ну, по полчаса, предыдущих два дня, что он делал. Что он делал. И когда вы распишите по полчаса, что вы делали в течение двух дней, вы поймете, как вы неэффективно можете управлять своим временем. Поэтому вы очень найдете много неэффективно используемого времени. И перейдете уже к тайм-менеджменту. Есть очень много интересных практик в этом направлении. Если вы захотите, то вы владеете лидером, это необходимо. Управление стрессом, это тоже важно, потому что мы работаем с людьми. Мы работаем с людьми, очень много интересных людей. Если вы придете в бизнес, то у вас сначала 20 человек, потом будет 100 человек, а потом будет несколько тысяч. И только тогда вы сможете построить такую организацию сбыта и получать хороший остаточный доход. И этот бизнес станет стабильным, когда у вас будет тысяча людей. Поэтому нам нужно очень много проводить свечи, очень много сделать с запуском. А это отдача энергии. Поэтому нужно научиться управлять стрессом, чтобы стресс не получить и потерять свою энергию. Это тоже как бы отдельные технологии. Нужно не тратить время, наверное, на тех людей, у которых нет отдачи. Наверное, нужно уметь восстанавливаться, заниматься медитациями, это тоже восстановление стресса. Наверное, заниматься спортом, это тоже, наверное, правильное питание, все это подсможет вам бороться со стрессом. Значит, умение быстро принимать решения, это тоже качество лидера. Вы, наверное, видите, кто первый, даже вот кто первый сделал даже закупки. Но это быстрое действие. Умение быстро принимать решения, быстро действовать. Это кто раньше стал, второй адапт. Лидеры поделали заказы и получили свои заказы по акции, потому что они всегда в курсе своих событий. Человек, который не лидер, он медленно, он входит, сегодня вошел на сайт, завтра не вошел, он опоздал, он до сих пор не учился, ничего. А лидеры получили не потому, что они лидеры, и им выбрали эти заказы. Дело все в том, что заказы идут по очередности их принятия. И следующая ситуация, которая сейчас произошла, и она вызывает очень много у нас, ну, таких река, людей о том, что у нас грузка ростовского склада. Это, конечно, урок нам, я не вижу в этом ничего страшного, я только вижу в том, что это хорошо, что это произошло. В конце концов, все работники складов делают выводы над тем, что им нужно больше затариваться продуктом, потому что склады выбрали в течение часа-двух, да? И вся нагрузка России упала на ростовский склад. Вот. И ростовский склад делает выводы, люди многие сделают выводы, то есть выводы будут сделаны на будущее, это будет очень хорошим уроком. Замечательно, что это вообще произошло, что не делается, это по-лучшему. Но и систему переделают, потому что система работает следующим образом. Она работает так, что могут открыться, по-моему, 250 всего окошек, 250 заказов, а остальные, которые сделаны, позже их невозможно открыть. Конечно, открылись первые по мере поступления, кто первого сделал, заказывает в самое утро, а при заказе первые начали открываться. Но лидеры, они всегда впереди планеты всей, понимаете? Они первые, вот я утром стою, первое, что я делаю, я первое смотрю в компьютер, я знаю, что так ласкает. Если человек долго спит, он, конечно, попозже посмотрит. Если человек станет, позавтракает, зарядку куда-то пошел, у него нет привычки смотреть сайт с утра, конечно, он попозже узнает, либо кто-то ему сообщит. Соответственно, и заказ позже сделает. Поэтому умение быстро реагировать, быстро принимать действия, то, спасибо, Александр, значит, это приоритет лидера, и это привычка лидера. Ну и быстро принимать решение, допустим, опять же, пример, если привести, то если кто-то мне ставит какую-то проблему, задачу, кто-то у нас пишет в чате, да, произошла какая-то проблема с заказом, или с доставкой, или еще что-то, да, что делают люди, многие. Они берут и в чат выкладывают эту информацию для того, чтобы обсуждать с другими. Начинается полемика, находятся люди, которые очень любят посудачи. Я спрашиваю обычный человеку, какой целью вы выложили в чат эту информацию? Потому что начинается зацепка, один высказал свое мнение, другому высказал свое мнение, пошли перепалки. Я как бы не против этих перепалок, я вообще не обращаю на это внимание, если честно, но с какой целью человек выложил эту информацию, понимаете? С целью посудачить в чате, ведь в чате у нас нет, в моем чате, например, нет Вадима Алексеевича. И проблема не решится, понимаете? То есть с какой целью? У нас есть компания, у нас есть сайт, у нас есть телефоны и так далее. Какую информацию? Я имею в виду информацию, допустим, вот мой заказ потерялся, ну, к примеру, такую информацию. Мой заказ потерялся, что делать? Ну, что-то такого, такого плана, понимаете? И начинается будировать. Ах, такая-сякая компания, заказы теряет, долго передает, и начали с дебатами. Я, когда я вхожу в чат и вижу такой вопрос, я просматриваю всю информацию и вижу такой вопрос, что заказ потерялся. Но человек даже написал, не потратил времени, минут 10, наверное, чтобы написать вот эту птицу громадную, не написал ни фамилии, ни номера, ни заказа. И время потрачено пустую, на мой взгляд, понимаете? Поэтому что я делаю? Пишите номер заказа. Я это вижу, и тут же этот номер заказа сбрасываю в компанию, если человек это не сделал. То есть лидеру он не будет с удачей, ему нет времени просто тратить время на вот эти разговоры. Этот человек мыслит решениями задач. Вот чем отличается лидер? Если вы еще так не мыслите решением, решение, решение проблем. Каждая ситуация в жизни, эта задача, ее нужно решить. Значит, вы еще не сформировали качество лидера, значит, нужно их формировать. Дайте себе какое-то, знаете, слово, что вы будете 5 секунд думать над проблемой, а потом над ее решением. Даже если хочется покричать, позмущаться, покричите. А-а-а! Покричите. 5 секунд. А потом, что нужно сделать для того, чтобы решить первую задачу? Если вы начнете формировать такую привычку, то, конечно, у вас жизнь немножечко поменяет, и у себя-то поменяет. Значит, мотивация, влияние на других людей, я думаю, что это понятно, когда лидер проводит встречи, он человек, мотивирует человека, то есть человек загорается, зажигается, начинает работать, поэтому учитесь быть мотиватором. И читайте такие книги, очень хорошо Део Карнеги, самая книга, которую все знают, как оказывать влияние на людей, великолепно, да, сформировать можно такие качества. Определение задачи и планирование. Это я уже сказала, книгер может определить задачи и может спланировать, как достигнуть. Это цель и планирование. Мы с вами проходим по системе, я об этом рассказываю, отдельная школа. Адъективный самоанализ. Это очень важно, то есть лидер всегда анализирует, что он делал, я пишу планы, каждый месяц заканчивается, я анализирую, что я сделала по плану, считаю, что я сделала, чего я не сделала, и анализирую, качественных или количественных показателей, я не достигла и почему, чем мне нужно поработать. То есть я анализирую свою собственную работу, это важно. Я не ищу там виноватых, что виноват там Вадим Алексеевич или логистика кто-то. Я могу дать какой-то совет, и то, если меня спросят, и на лидерском совете, я могу, конечно, сказать Вадиму Алексеевичу, что в моем, допустим, понимании, мне кажется, что вам нужно людей добавить, да, допустим, я могу такое сказать, но на самом деле мой бизнес растет от того, что я большей частью провожу самоанализ над своими собственными действиями, над собой, над своей работой, понимаете, вот. Контроль, контроль, это очень важно именно из своей, прежде всего, нужно контролировать себя, и, конечно, контролировать всю вашу структуру, сейчас мы об этом поговорим. Ну, создание команды, это понятно, и организационные навыки очень важны, когда приходят люди в этот бизнес, и хотят построить, структуру эти сбыта, то я говорю, вы работали руководителем, если вы работали руководителем, то здорово, и человек говорит, я не знаю сетевого маркетинга, я никогда в нем не был, но вы работали руководителем, да, супер, у вас есть навыки организатора, руководителя, и это даст вам определенный такой плюсик, понимаете, люди, которые не имели, им сложнее, им нужно будет этому обучаться, и победать на навык. Управление конфликтами, это тоже качество, которое должен разруливать лидер, и я хочу сказать, что лидер, который в чате пишет что-то, потом перечит ругается, и который в чате выскакивает, и обижается, я думаю, что это лидер еще не созрел, потому что мне кажется, что лидер не может себе позволить, потому что этот чат, это его структура, ей нужно управлять, контролировать, как уж будет, какой лидер контролировать, это его дело. Один лидер устанавливает свои правила, другой другие правила устанавливает, он создает этот чат, и он управляет этим правилами, правилами, он управляет конфликтами. Один более жесткий человек, другой более мягкий, люди все разные. Но то, что этими конфликтами нужно управлять, и то, что не позволяет своим эмоциям управлять собой, это однозначно, поэтому учитесь управлять конфликтами. вот наиболее справедливо, спокойно, со здравым умом и учитесь работать над своими эмоциями. Потому что если у вас это слабое место, как у меня это было слабое место, я искала в интернете тренинги и обучалась, слушала, как управлять своим эмоциями. Это как бы важно. Ну, наставничество – это тоже качество лидера, потому что к нам приходят молодые партнеры, и мы являемся в качестве наставника, и с ним занимаемся. И управление финансами – это тоже очень важно, потому что мы здесь зарабатываем деньги, и это бизнес, это дело. Поэтому человек, который не умеет управлять финансами, он не сможет их сохранить, эти финансы направят в правильное русло. Поэтому есть тоже привезем и школы управления финансами. И когда мы, допустим, планированием занимаемся, то я тоже получилась в этом месте, не знаю, как откладывать деньги уже, как собирать деньги на квартиру. Я могу в плане написать человекам, прочитать, когда и за какой срок купить ту квартиру, которую он хочет, то есть расписать эту цель. Но чтобы мы купили эту квартиру, то мой партнер, допустим, не только нужно почитать, нужно показать, как эти деньги откладывают, как это считать. То есть это все вопросы управления финансами, их важно узнать. Видите, как много знать нужно лидеру, да, с другой стороны. И все это еще преподнести своим людям, научить им и помочь. То есть сначала нужно научить себя, а потом вы передаете это своим людям. и так, 5 ключевых функций управления. Я еще раз говорю, что мы здесь строим структуру, мы имеем это лидеры в своей структуре. Вот каждый из нас является лидером, кто-то маленький, кто-то уже побольше структуры. Нет, в любом случае, каждый человек, даже тот человек, который уже 5 человек в структуре, он уже сегодня лидер. И он должен всему этому учиться. Вот, и это и есть менеджмент. Понимаете, я как-то встретилась с одним человеком, который мне сказал, ой, да ваш сетевой, какое там управление, что ты мне рассказываешь? Вот производство, да. Я говорю, не скажите. Я говорю, если вы не будете обладать способностями менеджмента, если вы не будете знать, как управлять командой 20 тысяч человек, то команды не будет. То есть нужно это изучать, и сегодня это изучают уже в университетах, в Америке. Вот. И вот какие функции управления нам нужно хорошо, четко знать. И какие функции управления являются управленческими. Это и постановка целей и планирования. То, что мы пишем со своим партнерами. Это и рекрутинг. Это тоже функция управления и рекрутирования. То есть отбор персонала в команду. Нужно это правильно делать, понимаете? Нужно правильно с этим человеком написать цели, и спланировать его свой бизнес, и тогда он от вас не уйдет. И вы че себе можете. Это тоже функция управления. Контроль и управление развитием сети. Это функция. Организация деятельности команды и мотивация. Вот это все функции управления. И есть менеджмент продающего подразделения или команды. Я хочу сказать, что лидер именно 21 века, он должен знать больше, чем лидеры предыдущих. Из-за того, что время меняется, сейчас открываются новые возможности. У меня должно быть больше видения, больше знаний. Потому что очень большая конкурентоспособность. Поэтому я думаю, что сегодня лидерам нужно больше знать, даже чем в прошлое время. Важно. Это важно. Если вы лидер, то ваша работа должна быть ориентирована в первую очередь не на собственные интересы, а на интересы компании. То есть это говорит о том, что лидер, он партнер компании. И тот лидер, который зарабатывает много компаний, он платит деньги, он должен подвергать компанию, наблюдать за этим лидером. И она поддерживает вас. Деньги вам хорошие платят, но и вы должны поддерживать политику компании. Это как бы важно. И в частности, этот вопрос касается тех людей, кстати, которые работают в нескольких компаниях. Если вы станете лидером, на высоком счету компания обратит внимание, что вы не только в этой компании, вам предъявят претензии. Потому что как компания дорожит лидерами и им помогает, и хорошо платит, но также, собственно говоря, она хочет, чтобы вы поддерживали ее интересы именно этой компании. Понимаете? И это важно. И вы должны продвигать эти интересы среди своих людей. То есть это некая преданность компании. Итак. Итак, контроль и управление развитием группы. Ну, что такое контроль? Это вот важные управленческие качества, которые как бы лидер должен вообще реализовывать при работе своей команды. Я немножечко как бы остановлюсь об этом. Вы должны контролировать. Что такое контроль? Контроль – это учет за результатом работы. Это то, что мы пишем в планах, это то, что мы контролируем. Я, допустим, каждый месяц пишу о том, что я… А, прежде всего, видите, это постоянное наблюдение за процессом реализации целей. Прежде всего за собой, да, я написала здесь. И группы в том числе, да. То есть контроль – это обязательно функция управления бизнесом. И без нее бизнес превращается в клуб по интересам. Вы должны это понимать. Вот. Контроль позволяет отследить процесс развития вашего бизнеса. Вот. И это все расписывается в планировании. Вот тот, кто планы не ведет, то есть он не контролирует ни себя, ни других. Как это делаю я? Как я осуществляю контроль? Я планирую каждый месяц свой уровень статуса. То есть я пишу, допустим, я там платим, да, в этом месяце. И мой личный товарооборот. То есть я пишу личный товарооборот, допустим, каждый месяц 100 баллов. Сейчас я уже 200 баллов пишу. И как я это контролирую? Потом я пишу мой групповой оборот структуры. И… Дело в том, что каждый месяц… То есть я планирую не только, наоборот, личный, а оборот структуры. И все это у меня просчитано до конца года. Я вам всем планирование рассказывала о том, что если в этом… В том году у меня был план до конца года выйти на 350 тысяч, если я на него вышла, на этот план, то это каждый месяц был шаг расписан. Я там 17%, я там 20%, я… Личный товарооборот 100 баллов. Личный товарооборот там 6000 баллов. То есть все это оборот группы. Но я не просто пишу оборот группы. Допустим, вы написали, что я 20%. Мой личный товарооборот 100 баллов. Мой групповой товарооборот 6000 баллов на 20%. Правильно? Мой чек составляет столько-то. И вы пишете чек, который вы реально можете получить на 20%. В 20% ваш чек будет составлять приблизительно, ну, не знаю, 40-50 тысяч, скажем так. Ну, плюс может быть продажа. Но суть в том, что вы еще… Я в плане пишу о том, что я помогаю своим партнерам в достижении уровня. И каждый месяц, в конце месяца, как бы, я анализирую весь месяц, проделала ли я. Сначала проверяю то, что делала ли я. Да, я пишу еще, что я провожу встречи с новичками, с кандидатами, да. И я провожу консультант своих партнеров. Вот, вы консультант, вы советник, вы не надсмотрщик. Я не звоню, не говорю, почему ты не сделал 100 баллов. Я консультирую человека по поводу того, чтобы он вышел на те 9%, на те 12%, с которыми мы с ним договорились. И поэтому я пишу, что я помогаю своим партнерам в достижении уровня. Я пишу туда всех партнеров, которые не достигли 28%. Вы понимаете, процентов. Но я с ним согласую. И я, естественно, смотрю, что, чтобы я вышла, допустим, там на 25, у меня человек один должен там на 20. Я смотрю, что ему нужно с 12 на 20, а другому с 9 на 12 выйти. Я просматриваю структуру, и я назначаю ему консультацию. Говорю, давай мы с тобой просто рассмотрим твою структуру, как ты выйдешь на 12%, чем я тебе буду помогать. Понимаете, вот таким вот образом. Ну, конечно, я, может быть, не со всеми так работаю. Если человек не хочет, я звоню ему, человек отказывается, либо переносит. Я с человеком не бегаю, я не заставляю. Только желающим. Потому что, ну, не все люди такие организованные. Может быть, по каким-то другим причинам, может быть, кого-то раздражает это планирование, я не знаю. Но большинство людей соглашаются, и, как правило, мы начинаем работать. И моя помощь в консультации. То есть, понимаете, мы составили план, я консультирую, я советую, я помогаю. Я очень рада, когда человек мне звонит, и он на связи. Мы строим вместе бизнес, и этот человек мне прозванивает и задает вопросы. То есть, человек действует, у него что-то получается, что-то не получается. Он советуется. Если я могу дать совет, то я даю. Если я сегодня на этот совет не могу дать ответ. Вот у меня, например, спонсора нет, я ищу где-то в интернете, я ищу где-то в роликах. Я найду все равно ответ, я человеку скажу, я не готова тебе сегодня ответить на этот вопрос, но я отвечу тебе, я нахожу этот ответ, всегда даю. Если у вас, вы не можете дать ответный вопрос, вы еще не такой большой для спонсора, небольшая команда, вы выходите к своему верхнему спонсору по вертикали и идете, спрашиваете у него. Если этот спонсор либо не работает, либо не знает, вы поднимаете все выше, понимаете? Либо сами поднимаете человека, либо просите его подняться, понимаете? Вот таким вот образом, то есть ответ всегда должен быть найден и консультация всегда должна быть дана. Прошел месяц, я проконтролировала, сделала ли я все, значит, прежде всего себя, а потом я проконтролировала, как сделали мои люди. И опять же я назначаю им встречу, говорю, что в следующий месяц, что мы с тобой планируем, давай это обсудим, то есть тебе нужно расти. И я говорю, что нужно расти. Но опять же, один человек понимает, что это нужно что-то делать, а другой человек отказывает. Это тоже имеет место быть, но тот человек, который отказывается, сразу вам говорю, что этот человек оттягивает свой успех. Это тревога. То есть мы никого не заставляем, мы не насмотрщики, мы советники. Думаю, что это понятно, но контроль развития сети нужно, конечно, проводить, прежде всего, со собой, а потом контроль за своими партнерами первой линии. Если вы это будете делать в первой линии, если вы научите правильно запустите, проконтролируете, доведете хотя бы до 17%, дальше люди будут делать потихоньку, от них отходите. Значит, инструменты какие контроля? Инструменты – это события, потому что на событиях, которые проводит компания, допустим, всегда собираются люди, и это тоже инструмент контроля, потому что люди стараются сделать квалификации запланированные, и их там поощряют и поздравляют. Это тоже инструмент контроля. Собрание лидеров, да, у нас есть лидерский чат, и мы там собираемся, и мы там тоже обсуждаем разные вопросы. Есть еще скайп, то есть есть индивидуальные встречи, есть технические школы, бывает, некоторые лидеры проводят полевые тренинги своими людьми, это ваше, как бы, дело. То есть, что я хочу сказать, что каждый лидер может по-своему организовать, как бы, инструменты контроля, но они должны быть. Кто-то, видите, вот стол нарисованный, они собираются раз в неделю или раз в месяц, ну, достаточно, наверное, раз в месяц собрать планерку. Какие рекомендации по этому поводу? Если у вас люди в вашем городе, вы можете собираться раз в месяц и делать анализы, собирать людей, те, которые под вами до 28%, но это люди строят сеть, и вы можете уметь собрать и все это обсудить. Плюсы, минусы, недостатки, достоинства, советы выслушать, свои предложения, да, какие-то. То есть, анализ провести, один раз в месяц достаточно. Вы можете не собираться, вы можете собраться на скайпе, вы можете всех собрать людей, приблизительно одного уровня, вы можете с каждым индивидуально. Что делаю я? Я, в принципе, провожу индивидуальные беседы с людьми, назначаю разное время. Закончился месяц, я, как бы, прозваниваю и назначаю консультацию разным людям, потому что разный уровень. Одного человека 25%, у другого еще 12%, у третьего там 17%, они все на разных уровнях. И вот собрать их всех вместе, чтобы они ждали, пока я с одним обсуждаю. Я приняла решение, что я обсуждаю просто это с отдельным человеком. Поэтому мы отдельно рисуем с ним план, как потянуть его людей, что нужно сделать, какие с этим нужно встречи провести. Этому нужно анализ какой? Опять же, человек, мы анализируем ее работу, этого человека, если, допустим, человек сделал много приглашения, люди не пришли, то смотрим его бизнес-план. Какой уровень ты должен достичь в этом месяце? Ага, 9%. Достиг? Достиг. Сделал встречный оборот? Да, сделал. Люди твои сделали? Сделали. Великолепно. Значит, в следующем месяце планируем 12%. Чем нужно помочь? Ага, вот это должен туда подняться, вот это туда. Этому нужно помочь встречи провести, а вам лично самому, допустим, или человек проводил кучу встреч, да, а у него результата нет. Это говорит о том, что у него слабый рекрутинг. Кто-то приглашал много, а люди не приходили. Слабое приглашение. То есть вот это вот вместе вы являетесь со своим человеком и даете ему либо скрипты, либо помогаете, мы научили приглашать, либо с ним вместе встречи проводите. Давай, приводи людей, я буду проводить с тобой встречи, я тебе помогу, и ты увидишь, как правильно рекрутировать. Либо просто этот человек начинает сам заниматься, слушая дополнительные школы. Так, ты послушай рекрутинг, пожалуйста. У тебя здесь слабо, ты столько встреч провел, а у тебя никто не подучился. Значит, что слабо с рекрутингом? И так далее. То есть вы как бы рядом, вы помогаете. Я думаю, что это понятно, да? То есть я индивидуально провожу встречи по скайпу, если люди в других городах, либо это люди, которые близко находятся, они даже приходят ко мне домой, и мы с ним все это разбираем. Вот это все инструмент контроля вам нужно, но это первая линия, для того, чтобы первая линия дальше начала работать со следующей линией. Как только человек достигает 28%, он уже все это знает, умеет, и он уже как отключенная команда, и это, как правило, человек уже сам работает. Ну, у нас, так, у меня есть просто команда Женевьевы, которая училась, сейчас у меня уже команда Дерновой, которая тоже отключилась, и уже тоже я еще как бы могу помогать, но в основном они уже работают сами. Значит, контроль вы поняли, да, что это важно в структуре. Вот организация деятельности команды, вот организационные такие вещи, они тоже как бы важны, для чего, то есть что такое организация работы команды, организация деятельности. Это, мы немножко говорили об этом, у нас в нашем все возникают текущие задачи или текущие проблемы, да, они все требуют решения. Вот, и я хочу сказать, что каждая задача, она должна была быть общим целем, целем мотивации, достижения успеха каждого члена команды, понимаете. Вот, то есть все эти задачи решатся на уровне лидера с помощью тех людей, членов команды, которые в ней находятся, и они должны, как бы, направлены быть на то, чтобы каждого лидера поднять в команду, чтобы решить эту задачу, и был совместный рост группы. Это важно очень, конечно. Вот. Нужно научить эту группу всем всем навыкам, которые ведут его к результатам, к росту. Какие функции организации вам необходимо применять в работе команды? Здесь тоже нужно применять систему, это вот тут написано специализация, что такое специализация, что такое распределение? Дело в том, что у вас разные ветки в команды, и у вас в команде каждый человек обладает люди разными, разными качествами. Вот смотрите, вот у меня офис есть, допустим, да, и у меня в офисе проводятся школы, то есть мы обучаем нашу команду. И у нас есть обучение, которое проходит в интернете для всей, вы знаете, по четвертому, по понедельникам, для всей структуры. Что я хочу сказать, что есть люди с определенными качествами, например, Елена из Могилова. Никто так не знает парфюм, она химик-технолог, она очень знает хорошо парфюм. Я не смогу так рассказать. То есть она специализируется в области парфюма, понимаете, специалист. И что, лучше мне эти школы отдать Елене, понимаете? Я готовлю Лену к тому, чтобы она проводила эти школы. Да, я ее подготовила, потом Лена сама начала проводить, и вы уже все ждете ее. И сейчас уже Лена в этой области так выросла, она канал на Ютубе открыла, я так рада, я так счастлива вообще, мне это так нравится, это здорово. То есть она обучает партнеров параллельных тоже структур, понимаете? А если какой-то человек, он проводит презентации, великолепно проводит, лучше, может быть, ему поручить. Вот это и есть специализация. Есть человек, который очень хорошо проводит мероприятия, да? Он в этой области специалист, это у нас, допустим, Люба Костюлина. Мы ей поручаем какие-то введения мероприятия, вот мы были в Аквалово, она провела великолепное мероприятие, помните, отдыха. То есть она такой организатор отдыха. То есть какие-то специализации, вот возьмите свои команды, найдите разных людей, которые будут иметь технологии. Свет Оробский, она великолепный специалист в области интернета, да? Интернет-технологии. И она тут тоже дает школы эти, именно в этой области больше, да? Инстаграма. То есть в вашей команде вы тоже должны определить, какой человек обладает какими навыками. И когда у вас создалась небольшая организация, вы должны двигать в этом направлении человека и сказать, тебе это классно получается, давай мы тебе это поручим. И он выполняет определенную роль учителя. Если бы я сама во всех областях учила, понимаете, меня бы не хватило, и люди бы не научились. Понимаете, вот все в том, что ваши люди должны расти, двигаться и выполнять ту работу, которая у них лучше получается. Это и есть специализация и распределение. Делегирование – это когда, допустим, я делегирую свои, как бы, обязанности своей командой. То есть у меня появляются лидеры, если я уехала или заболела, или просто нужно обучать. Вот я, допустим, я дала задание верновое. Людмила, значит, в эту субботу ваша команда проводит обучение, понимаете? Ваша команда проводит обучение. И это хорошо, что Люда прошла, прочла, допустим, презентацию, а там Наташа Кабар в школу. То есть команда справилась. Я им делегировала. Но для чего я делегировала? Для того, чтобы они обучили. Это рост, понимаете? На сцене деньги. Не просто так я заставляю. Я другой команде говорю. Там, Лена, а теперь ваша, как бы, очередь. И вот те команды, которые сегодня отказываются это проводить, брать на себя ответственность и проводить обучение и в интернете, и в офисе. Эти команды, ну, скажем, нестабильно растут. Может, они и растут, вы понимаете? Они не учатся и не получают больших чеков и могут развалиться. Потому что вот этой командной работы им не хватает, понимаете? Потому что там дух команды рождается в общих действиях. Мы должны его возродить либо в офисе, либо на события. Опять же, на события надо ехать. Ведь если вы на события едете, то тоже определенный человек, который на действиях. Вот, допустим, Ренат у меня занимается автобусом. Он уже в этой области, да, специалист. Он уже все это организовал, он это все знает. И тут же формируются его какие-то такие личностные качества, как лидера. Ему дано задание, он его выполняет, да? Вот. То есть тот человек, который в команде что-то выполняет, он растет однозначно. Вот. Ну и координация и коммуникация – это… То есть это, в принципе, коммуникация, она нам нужна для того, чтобы мы коммуницировали с параллельными структурами. Координация – то же самое, понимаете? Потому что мы все… У меня есть параллельные ветки, они все мои, да? Но между собой они параллельные, понимаете? Но когда мы организуем какое-то мероприятие и даем задание этой ветке сделать это, это и то, они между собой начинают общаться и в офисе. Вот это и есть координация и коммуникация. То есть на определенных уровнях образуется друг команда таким образом, понимаете? Вот. Ну и что я хочу сказать? Да, здесь есть также система, а система – это организация, и ваши работы, структуры, она включает в себя систему обучения, то есть обучение в офисе и обучение в интернете. Я хочу что сказать. Я была в другой компании до этого, там обучение было на семинарах. Я тогда еще думала, что это очень комфортное обучение на семинарах, потому что на семинары не все приезжают, и семинары часто, когда проводят, это тяжеловато, особенно людей с маленькими детьми. Поэтому очень удобно было вызвать обучение в интернете, это всем комфортно. Вот когда мы создавали Женевьева, это начинали, вы только обжение было, и мы первые создавали эту систему обучения. Вот то, что сейчас вы видите, выходите. Мы с Женькой сами сайты там нам делали, мы придумывали, как же нам организовать систему обучения. Сейчас вы пришли, здесь уже система обучения придумала, да? Вы ее как бы не организовывали. Приведите своих людей в эту систему, чтобы ваши люди к этому приучались. Если у вас создается структура, и вы вырастили уже свою команду, вы хотите им дополнительное обучение проводить, пожалуйста, проводите у них дополнительное обучение. Понимаете? То есть система обучения должна быть обязательно. И вы ее сделайте так, как вы хотите нужным. Но общее, оно должно бы существовать, общая команда. Понимаете? Система обучения может быть чальная для начальных людей, для новичков. Система обучения может быть уже для более высоких лидеров. Вы можете организовывать даже свои чаты. Кстати, чаты – это система коммуникаций. И контроля какой-то поступающей информации. И чаты тоже, они у нас переполнены. Что происходит? Мы создаем лидерский чат, мы создаем чат там своей команды. Команда делилась 28%. Лидер еще может присутствовать, Остальные переводят свой чат туда, сбрасывается информация. Он постоянно должен быть на связи. И он сбрасывает ту информацию, которая необходима в его структуре. У него вырастает внутри тоже команда 28%. Он тоже отделяется, и он тоже так же переносит. Многоуровни, многоступенчатые чаты. Это очень удобно. Значит, система действий и система контроля. Ну, система действий – это то, что мы делаем вот это вот. И система действий касается. То есть вот эту систему действий мы все время изучаем. Как делать приглашения, как проводить встречи. То есть это все действия. Как делать планирование, как делать товар-аворот и так далее. Вот эту вот мы все время будем. То есть вот эту систему действий мы все время проводим. Понятно? Систему обучения и изучаем все эти действия. Потому что человек-лидер, который не действует, это не лидер. Понимаете? Вот, можно обучаться. Некоторые, кстати, бывают переборы. Они обучаются великолепно, но ничего не делают. Некоторые не обучаются, но что-то делают. Одно без другого не может существовать, честно. Я хочу сказать. Потому что обучился – сделал. Помните, система роста личности. Обучился, сделал, применил, проанализировал обратно. Обучился, сделал, применил, проанализировал обратно. Личность растет только в этой области. Я это познала очень давно, когда я еще читала книжки Роберта Экиосаки, и Дональда Трампа слушала эту кассету. Он говорил о том, что если сегодня у вас прекратился рост вашего бизнеса, если у вас чек не растет, значит вы прекратили обучаться. То есть у вас прекратился личностный рост. Помните? То есть нужно искать, чего изучать. Если вам непонятно, обратитесь к своему спонсору. Ну и система контроля. Я вам уже объяснила, что это система контроля, анализа действий. Я уже вам говорила. Значит, мы уже заканчиваем, уже на итоге. Вы не переживайте, я же скоро закончу. Какие все-таки лидерские качества важно воспитывать в себе? К чему мы должны идти? И какие качества нужны лидеру? Это вот вы видите целеустремленность. То есть только целеустремленные лидеры могут ставить цели и достигать. Вот это видение только лидер может открыть. Если человек к вам пришел на встречу, вы человеку не раскрыли все возможности компании, не раскрыли ему видение его же жизни. То есть человек не увидел впереди, что он может отдыхать в Австралии, что он может ездить, допустим, на Ауди. А человек не думал об этом. Он не мечтал, он думал, что это не для него. А ваша задача открыть это видение, что это для него. Понимаете? Вот это видение нужно открыть человеку. И вдруг человек, опа, раскрылся, проснулся. И он супер. И он вдруг начинает, понимаете, шевелиться. Это ваша задача не уговаривать, не уговаривать, не давить на человек, а открытие. Вот что важно. Вот лидеры, они умеют открывать это видение. Если человек не хочет, нет желания, ему открыли, а он увидит, все, вы сделали все. Вы должны быть спокойны, что вы сделали все для этого человека, чтобы он был успешен в этой жизни. Открытость. Я считаю, что это важное качество лидера, потому что на самом деле только люди открытые за ними все-таки идут, им верят. Потому что когда человек закрыт в себе, он не может рыть ничего для другого человека. Понимаете? Если вы еще сегодня закрыты, надо открываться. Если хотите построить видение. Мужество. Мужество, да. Нужно мужество принять на себя решение или ответственность на себя взять. Посылки таскать, как мы с Сергеем сейчас таскаем. Хотя мы лидеры, но мы вот сейчас проблема в компании с доставками, да. Мы начали помогать партнерам. Тащим эти посылки, раскладываем тут все седьмым потом в ходе, но мы взяли мужество, да. Мы не сказали, вот, вы там работаете, сами справляетесь. Мы говорили, да. Мужество взять на себя, признать свои ошибки, это тоже мужество. Это важно. Решительность, я уже говорила. Энергичность, самоотдача, это тоже как бы важно позитивно. Очень важно быть сегодня позитивным. Лидер позитивный только может за собой провести позитивных людей. Подобное к подобному. Закон Вселенной. Если вы будете непозитивны, к вам цепляются такие люди. Если сегодня к вам еще цепляются непозитивные люди, посмотрите на себя, это ваше зеркало. Ну, умение слушать мы уже говорили. Уверенность и спокойствие, да. Это важно, потому что, когда вы верите, у вас получится. А когда вы спокойны, то и ваши люди будут принимать спокойную позицию. То есть, если вы сегодня будете кримчать, бунтовать, то рядом человек тоже будет заводиться, мотивироваться на крик и будет тоже кричать. Поэтому уверенность, спокойный лидер, это крыльда. Ориентированность на результат, умение признавать свои ошибки очень важно. То есть, нужно всегда прислушиваться советам. Одна холова хорошо, а два больше. И когда мне лидер, мы говорили о том, что на самом деле я допускала ошибки какие-то, то я вся анализировала. Ничего просто так не бывает, значит, реально я их допускал что-то, делал не так. Вот, обучаемость я уже сказала, самооценка, внешний вид это важно, потому что лидер, он, да, должен быть готовым к тому, что у него команда может встретиться на уходе, или потенциальный партнер, и он должен выглядеть такой, знаете, харизматичный, харизматичный, улыбчивый, хорошо одетый, красивый, это бизнесмен, успешный. Тогда он только за это ведет за собой такие люди, тогда к нему такие же люди будут, естественно, приходить. Ну и щедрость, это сфокусированность на результатах, понятно, в фокусе жать, в фокусе, уметь сфокусироваться на каких-то целях и щедрость. Потому что прежде чем запретить процесс отдачи, нужно запустить процесс отдачи, это важно. Еще я хотела сказать, вот у меня применяла всегда пятидачный процесс обучения в команде, в первой линии. Это тоже как бы старая классика, меня так учили, и я учу так своих людей. Первый этап – это модель. Это когда, допустим, я провожу презентацию, человек, который у меня учится, он сидит рядом и слушает, как смотрит на это, как я это делаю. Второй этап – я наставник, я продолжаю выполнять задачу, но частично я даю эту задачу, допустим, своему партнеру. Или, допустим, половина презентации провела я, половина презентации уже провела, допустим, у меня же не в Ева была, она как бы продукцию давала, я о бизнесе говорила. Постепенно, то есть третий этап – я уже смотрю, что человек уже может выполнять задачу, и я выставляю его. Проходи, ты тебе презентацию, ты уже готов. Когда я человеку говорю, я уже вижу, что он готов, он должен. Но у него еще некий, нету этого навыка, надо работать. Поэтому, значит, сначала он смотрит, потом мне помогает, потом он уже сам, а я ему помогаю, поправляю. И вот четвертый этап – это когда я уже полностью отстраняю задачу, я вижу, что человек сам справляется, выполняю самостоятельно ее, и это здорово, супер, он научился, мотивация. На этом этапе как бы человек уже вырос, называется, как личность, я ему доверяю, уже его не поправляю. И пятый этап – это умножение, это когда он уже стал обучать своих лидеров. Вот когда он стал обучать его лидера, и под ним росли лидеры, вот тут я спокойно, у меня такая одна ветка, ты же не вера. Понимаете, они еще ветки не занимаются. Сегодня я немного провожу встреч по рекрутингу только для того, чтобы не потерять навык. Вот, и буду продолжать, и сновидения нельзя прекращать, но сегодня моя цель – обучить тех людей, которые находятся в других моих командах. Итак, я заканчиваю на позитивном слайде, дубликация ключ к успеху в сетевом маркетинге. Я хочу сказать, что все, что делаете вы, будут делать ваши люди, и именно запустите правильную дубликацию в своем бизнесе. Я думаю, что вам понятно было, всем понятно, или есть какая-то ваша деятельность. Я хочу сказать, что это не простое дело – организация работы команды, понимаете. То есть нужно людей научить делать постоянные привычки, и в товаробороте, и в обучении, для того, чтобы эти люди повторяли только тогда, когда они сформировали привычки в первой линии. И уже в третьей линии начнут люди под вами делать это. То есть не только вы, а под вами первая и третья начнут делать, вот тогда начнется ваша свобода. Если нет вопросов, то я заканчиваю свою школу, мы так немножко задержались. Я благодарю всех, кто пришел, я желаю всем успеха, я благодарю всех за работу. Я прошу у всех выработать терпение, сложности у нас доставкой в компании. Я думаю, что эти все проблемы устранятся. Я знаю, что команда Вадима Алексеевича работает гинно и ношно, и они все тоже очень устали, им нужно и можно не позавидовать. Мы хоть работаем на своей чеке, они там работают на одну зарплату. Поэтому я хочу вам сказать, что у нас все получится. И этот месяц, который обычно был самый провальный август, у нас получился самый большой, и мы запустили осень. А осень относится всегда очень много прибыли, очень много доходов и очень большой рост. Почему-то осень всегда у нас очень продуктивная. Поэтому мы эту осень подвинули, мы продуктивность свою начали в августе. Поэтому в сентябре результат будет выше. И я хочу вам сказать, что в моих планах товарооборот российской команды должен быть миллионным планом. Но я хочу сказать сегодня, что товарооборот нашей команды в этом месяце около, только моей команды около 400 тысяч. Еще у нас есть, еще есть люди. Я так думаю, что мы, наверное, сделаем полмиллиона в августе. То есть на миллион мы точно к концу года дойдем. А это говорит о том, что очень многие люди получат хорошие чеки. Я буду в этом очень радоваться. Всем успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok